Несмотря на далеко не мартовский холод за окном, Александр Дегтярёв впервые в свои 24 познакомился с процедурой голосования. И повод для этого был достаточно весомый. Мы выбираем будущее, мы выбираем то, куда будем вести страну наш кандидат в течение шести лет. Это очень важно. Моё будущее зависит от этого. Несколько лет назад семья Осетровых переехала в наш город из Красноярска. Сегодня любой, даже выходной день супругов, наполнен интересными встречами и яркими событиями. Евгений – сотрудник ядерного центра и активный участник общественного молодёжного совета при главе города. Ирина – знаток эвент-индустрии и свадебный организатор. В своём плотном графике молодые супруги всегда находят время для совместного похода на избирательный участок. Молодой человек непосредственно и влияет на тот курс, на то будущее, которое ждёт нашу страну. В какой стране мы будем жить и как мы будем жить. Для любого активного гражданина, молодёжи, участие в выборах – это долг. И именно мы выбираем, в какой стране потом будем жить. Для семьи Елены Романовой участие в выборах уже давно стало семейной традицией. По её мнению, выполнять свой гражданский долг обязан каждый, кому не безразлична судьба своей страны. Новый выборный 2018 год для Елены особенный. 18 марта её дочь Анна впервые в жизни опустила избирательный бюллетень в урну для голосования. Гражданский долг выполнять. И первый раз, естественно, в последующие годы тоже придётся ходить на выборы, почувствовать эту атмосферу. Чувствую, что твой голос влияет на что-то. В этом году в преддверии выборов по всей стране была запущена новая технология – мобильный избиратель. Россияне, зарегистрированные в одном месте, а живущие в другом, заранее могли подать заявление о желании голосовать по месту фактического нахождения. Саровчанин, а ныне житель столицы Али Кемалов, ради того, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты, решил преодолеть порядка тысячи километров и проголосовать в стенах родной 12-й школы. Мне важно быть на избирательном участке по месту моей регистрации. Я понимаю, что сейчас много условий, где ты можешь проголосовать, где тебе удобно, где тебе угодно. Но тут я такой консерватор у этих вопросов. Выборы 2018 проходили под девизом «Наша страна, наш выбор, наш президент». Ну а о том, как это было в нашем городе, наблюдали Дарья Цапорыгина и Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.